добрый вечер спасибо большое что вы пришли к нам сегодня вечером знаете личность александра меня думаю многие из нас сопровождала все эти годы и поэтому я очень рад что в нашем культурном центре сегодня у нас есть возможность посмотреть немножко на его наследие а то что он может нам сегодня говорить и потому что есть события которые произошли две тысячи лет тому назад и которые влияли на мир невероятным образом но есть другие события которые произошли только 30 лет тому назад 29 лет тому назад и который продолжает изменять сердца многих людей и мы на это хотели бы посмотреть именно сегодня вечером прежде всего я хочу поблагодарить отцу виктору григоренко за то что он нам дал возможность показать выставку который готовили его храм в симхозе отец виктор настоятель храма святого сергия радонежского в симхозе я рад что эта выставка будет здесь три недели и даст возможность людям познакомиться с именно с отцом александром и с некоторыми его изречениями который действительно очень важный и поэтому этот вечер мы начнем именно с просьбой отцу виктору нам рассказать о том как он подготовил эту выставку почему у нее сделала как и как как какая судьба была до сих пор и куда выставка дальше будет двигаться поэтому прежде всего я передаю микрофон и большая благодарность спасибо жан фон франсуан ваше высокопреосвященство дорогие отцы и братья и сестры я очень рад тому что мы снова и снова собираемся и вспоминаем отца александра в эти дни это уже третий день 9 сентября конечно это день тот который невозможно забыть мы всегда собираемся в симхозе в новой деревне сегодня 11 сентября день похорон отца александра по православному календарю день усекновения главы я на притечу сегодня мы молились в этой небольшой часов часов не там у нас симхозе где случилось это трагическое событие и я и позавчера и вчера и говорил и сегодня скажу о том то что почувствовал там на этом месте в этот раз как-то особенно то что для нас это не только трагическое место а еще и место где мы можем вдохновляться и отец александр нас к этому призывает призывает всей своей жизнью и смертью с тем чтобы мы могли каждый по мере своих сил и возможностей продолжить то что он делал при своей земной жизни конечно издаются книги большими тиражами вот это большая радость и снова и снова могу свидетельствовать о том то что и к нам всем хозды и другие наши православные храмы и как выясняется не только православные храмы благодаря этим книгам приходят много и много людей приходят ко христу это собственно то основная задача которую вставил перед собой отец александр ну и конечно выставки которые увидите в прошлом году мы получили небольшой грант и смогли сделать напечатать эти работы миссионер 21 века было очень вопросов почему отец александр вот 21 век и насколько это актуально вот сейчас вот мы говорили и и снова и снова находим все больше и больше подтверждений то что творчество отца александра его жизнь они не исчерпаемы в смысле тех фактов тех слов которые он говорил тех фактов и жизни его биографии для того чтобы мы могли ими пользоваться сейчас современности я думаю то что и в следующем веке отец александр будет также популярен если люди будут открывать его книги если они будут слушать его лекции его аудиозаписи с его проповеди которых слава богу много сохранилась вот наша задача только постараться людям открыть его творчество и самого его отца александр меня 9 числа на открытие миневских чтений в сретенском храме наш правящий архиерей митрополит крутицкий и коломенский венале сказал такие слова я позволю себе его процитировать мне хотелось бы прежде всего остановиться на пенсионерских трудах отца александра он поставил свои задачи в условиях жестких ограничений со стороны атеистического правления советских времен донести до своих современников прежде всего представители интеллигенции весть о христе это было непросто сделать поскольку в отличие от нынешних обстоятельств когда церковь свободно в осуществлении всех направлений общественного служения в те годы священнослужители были ограничены в своей деятельности стенами храмов стенами храмов и рамками богослужений поэтому главными просветительскими средствами являлись проповедь и духовные беседы отец александр обращался к людям большинство которых ничего не знали о вере и церкви и требовалось особое искусство чтобы рассказать им о христе не только в доступной форме но и затронуть глубины человеческой души и представляют выставку сегодня нам конечно хотелось показать историю служения историю становления отца александра здесь вот много таких фото свидетельств мы видим здесь и духовных наставников о которых мы вчера говорили достаточно много на втором дне нашей конференции миневских чтений вот мы видим здесь отца александра своей библиотеке с детьми воскресной школе которую он организовал как только это стало возможным в больнице молодым и уже в возрасте с сединами вместе с митрополитом крутинским коломенским ювеналем это одна из ну наверное последних фотографий его настоятельства когда приезжал митрополит новую деревню это по-моему средине господня 90 года или 89 вот вы наверное многие уже посмотрели эти работы и еще посмотрите они снабжены экспликациями поэтому в общем легко можно познакомиться с тем что на них запечатлено ну а на выставке скажу еще то что мы ее уже показывали на нескольких площадках это в основном была московском московской области первую очередь вот сейчас первый раз мы ее показываем москве а так в общем и в сергием посаде и в пушкина и в домодедово и в черноголовке вот и в деревне середняково она уже побывала я надеюсь то что мы еще ее будем показывать ну и конечно для нас важно не только показать эти фотографии но и поговорить по цель и ксандре и как-то особенно почувствовать его особенно особенно в эти дни ну и конечно очень хочется мне вспомнить и поблагодарить тех людей авторов этих фотографий вот это сергей бессмертный соня рукова виктор андреев юлия глазова вот ну и других авторов которых я может быть не знаю вот и для нас это важно потому что им удалось запечатлеть отца александра при жизни вчера мы смотрели видео хронику вот это все бесценные материалы которыми конечно мы дорожим и любое любая наша встреча всегда оживает когда мы видим ли фотографии особенно видеозаписи отца александра представленная выставка повествующая жизнь и служение отца александра менее не случайно получила название миссионер 21 века это повод для для современного зрителя осмыслить и принять наследие этого известного священника жизненный путь которого был оборван 9 сентября 1990 года в семхозе на крайне сергиево посады где он был убит по дороге в храм все что успел сказать отец александр каждое слово из его книг лекций и выступлений как стрела запущенной вечность по сей день проникает в сердце и души тысячи людей помогаем обрести главное веру во христа спасибо я хотел поблагодарить жанна франсуа и привезли мы такие подарки вот но здесь пожалуйста возьмите это буклет о той выставке которая у нас это экспозиция которая была на всем хозе это уже раритет потому что вы знаете что к сожалению этого музея уже нас нет первый сборник меневский чтений и вот особый такой вам подарок сожалению в позапрошлом году в позапрошлом году те дубы которые стоят стояли уже несколько дубов были призваны специальными службами аварийными их пришлось спилить но я не мог просто так сказать утилизировать жечь эту древесину эти дубы поэтому мы сейчас вот делаем такие памятные кресты вот из этих дубов которые были свидетелями этого трагического события примите пожалуйста спасибо это очень ценный подарок на самом деле спасибо огромное я просто чтобы продолжать разговора который отец виктор наша я вам прочту только одну фразу здесь христианство не идеология а бытия жизнь организма чему я прочитал это потому что я думаю что каждая фраза казан написано на основе открываете как бы пространство для размышления и для углубления нашей веры поэтому я надеюсь что вы сможете действительно очень хорошо просто подобрали все эти цитаты спасибо огромное за вашу работу все мы продолжаем наш наш разговор и сейчас я хотел бы передать слово олегу александровичу который историк кандидат филологических наук и философский наук философский наук и мы попросили у него идея наша сегодня действительно углубляться немножко в богословие отца отца александра но это все начинается с событиями которые произошли в симхозе поэтому мы сейчас послушай послушаем его выступление долго я буквально я буду говорить пунктир на если вас что-то заинтересует вы спросите мы просто потом ответим я два слова скажу название а потом о том чем занимаюсь непосредственно выставка называется христианский миссионер 21 века тут на мой взгляд два значения первое но совершенно очевидно что отец александр как олицетворение воплощение доброго пастыря образа животворящей любви он всегда будет актуален потому что также актуален преподобный сергий радонежский или франциск осицкий а второй момент очень важный это то что конечно отец александр и видел дальше и видел глубже многих других и конечно его богословие это одна из самых интересных страниц в истории православия 20 века у меня было два интереснейших диалога первой с разными священниками учеными первые богослов ли вообще отец александр или просто он талантливый проповедник и второе кто лучше антоний сурожский я вам сейчас отвечу и на тот вопрос и на первое и на второе естественно мое субъективное мнение безусловно отец александр был богословом а не только проповедником потому что несмотря на то что у него нет таких прямых богословских трудов системы его реконструируется по отдельным фрагментом и там очень четко христианская антропология социальное учение я думаю что мы имеем право отнести отца александра христианским персоналистам это как раз те мысли которые озвучивал и владыка антоний когда говорил что произошло возвеличивание бога за счет умоления человека а бог мыслит человека как брата и хочет разделить с ним вечность и вот это и у владыки антония ее отца александра в пастырской практике всегда превалировала а что касается кто выше конечно невозможно я тоже могу ответить на этот вопрос потому что они мне как и многим дороги одинаково но все-таки если подойти вот с линейкой так далее владыка антоний для меня это архиереи человек пастырь как которого христианский персонализм он постоянно проявлялся в том что он делал отец александр раскрывает это как перспективу и в этом смысле отец александр только в этом не то чтобы выше а скажем вот именно к нему произойдет первое обращение и когда у нас состоится поместный собор русской православной церкви 21 22 23 обязательно неизбежно отец александр будет там активным участником и наша задача сегодня проанализировать и его труды и его биографию так чтобы он был вот участником этого собора абсолютно объективно потому что я уверен что он будет помогать в тот момент когда будут рассматриваться различные вопросы если вы захотите потом что-то а второй момент я три года занимаюсь сбором воспоминаний жителей загорска об отце александре не во первом образовании историк я всегда считал что самое главное это объективный анализ а сейчас каюсь считаю иначе самое главное это поиск спасения источника потому что сколько вот с этой вот волной времени уходит это просто непоправимо успеть найти человека поговорить записать сохранить то есть эта задача колоссальная и конечно для меня было интересно понять каком окружении жил отец александр какие были отношения с мда с лаврой и реконструировать сентябрьскую трагедию потому что бесконечно ходя по этой дорожке где случились события 9 сентября я все-таки чил себя надежды что я приближусь если не к разгадке то по крайней мере к отдельным картинам что я смогу это увидеть и вот что стало мне известно отец александр жил в закорске 64 года это в общем город с одной стороны прекрасный как выбор потому что лавра потому что преподобный его самый любимый святой и его дорожка пересекается с тропой преподобного сергия в симфозе это очень символично но вообще загорск в то время для интеллигенции город самый нехороший вот самый неблагоприятный почему во первых это лавра который находится под очень жестким кругом спецслужб а во вторых там же научно-исследовательский институт и секретные учреждения туда нельзя ездить иностранцам то есть вот если вы хотите найти в подмосковье самое проблемное место это пожалуйста загорск симфоз и тем удивительнее что именно там в этом общем-то неприметном домике бывали мирапа мамардашвили александр галич александр солженицын и многие многие другие я у местных спрашивал как жил отец ну нормально жил никого не принимал все там было спокойно никто не знал то есть это была тщательнейшая конспирация с московской духовной академии всегда ну были моменты когда сложности но в основном отношения были хорошие отец александр даже писал к учебник а вот с лаврой с лаврой всегда было трудно но это никогда не было вот как вам сказать какой-то научной претензии но например мне рассказывал один очевидец как он зашел в келью к лаврским монахом очень хорошим людям и там лежал сын человеческий и он взял в руки ему сразу сказали что ты что ты ты положи это страшная ересь что а что ересь мне это очень интересно ну эту книгу нельзя читать неужели ты не видишь по названию написано сын человеческий это значит что автор отрицает божественную природу христа очевидно что это подмена потому что сын человеческий это термин самого евангелия если вы читаете книгу вы не можете сделать такой вывод то есть значит они вообще не читали или если читали то поняли как то узко и на мой взгляд вот эту вот тенденцию до сих пор артикулирует озвучивает алексей ильич осипов уважаемый профессор московской духовной академии который всегда говорит об отце александр в общем с такой долей дистанции не за сказать что он выступает с резкой критикой он будет я нахожу очень много вещей которые не относятся к православию и алексей ильич всегда совершает подмену я конечно сейчас не буду здесь покровских воротах набрав воздух в грудь говорит что вот алексей ильич здесь не прав здесь не прав здесь не прав хотя он не прав но я скажу только об одной вещи вот его основная претензия говорит что вы читаете книги отца александра там совершенно четко вот эта вот мысль что бог присутствует в каждой религии у каждого народа то есть он уравнивает а так нельзя это подмена потому что отца александра этого нет он пишет что каждому народу в каждой религии открывается бог но полнота откровения совершена только в христианстве христианство религии итога рука протянутая человеку с неба и когда алексей ильич вот говорит такую вещь я не понимаю то ли он ну не читал то ли он искренне читал но не видит каких-то вещей но он не прав и когда этот ролик распространяется это нужно совершенно точно знать это не точная интерпретация цитаты множество открытий было множество открытий каких-то они маленьких но я радовался каждому например я был очень удивлен когда узнал что когда вот были все события восемьдесят шестого года и отца александра уже готовили к аресту и посадки и так далее говорят что спасла перестройка это да безусловно но вообще-то восемьдесят шестом году еще до встречи с членами священного синода генерального секретаря кпсс долговато поэтому здесь какое-то вот веяние найти нет его спас в тот момент по свидетельству близко ближнего круга академик дмитрий сергеевич лихачёв который его книги передавал рейс максимова горбачева и и он пришел к ней сказал вот вы знаете что вот я вам приносил книги и сейчас в большой беде автор этих книг отец александр мей и после ее вмешательства произошло вот постепенно и угасание всех этих претензий которые никуда не исчезли ну и чтобы не занимать ваше время самое главное вот трагедия девятого сентября отец александра в конце 80-х годов вот за счет своей все расширяющейся проповедческой просветительской деятельности проекта со школами с больницами телевидения он становился все более и более яркой фигурой недостаточной для того чтобы назвать его духовным лидером вообще у нас так это идентифицировать никого нельзя в то время да и сегодня но этого было достаточно для того чтобы вызывать и подозрение и раздражение у самых разных кругов и вот это вот вся тьма она сгущается именно к 90 году и для меня было вот очень важно понять вот что произошло как произошло не буду структурировать просто буду рассказывать как как что узнавалось ведь все вещественные доказательства они потеряны если бы мы захотели с вами вот как-то инициировать чтобы было снова какое-то продоследование так далее это невозможно потому что перед переезде генеральной прокуратурой из одного здания в другое все вещественные доказательства пропали а если они пропали их потеряли то соответственно но мы можем сами только реконструировать как-то виртуально но мы ничего не узнаем да объективно и самым главным свидетелем для меня конечно являлся самый отец александр его поведение потому что в конце августа в начале сентября его поведение уже показывает что он получил какую-то секретную упреждающую информацию и более того он видимо знал и место и примерное время того что произойдет во первых он предпринимал определенные усилия просил позвонить владимиру файнбергу чтобы нашли квартиру чтобы можно было оставаться когда его андрея еремин спросил почему зачем он сказал у меня есть дорожка к дому вот уже там сейчас как-то не очень долгополучно мне ходить и он особенно беспокоился за близких здесь отец виктор свидетель вот бабушка был в эти дни и отец александр его не отпустил вечером ходькова это пять минут на электричке а наталья федоровне супруги говорил почему у тебя дверь на распашку почему у тебя окна свет в окнах не горит то есть самое главное беспокойство было за близких и даже когда он в один из последних дней идет с екатериной гениевой ее дочкой дашей из библиотеки иностранной литературы и какая-то странная машина там темно-желтые жигули с парой крепких ребят гениевы очень это четко фиксирует воспоминаниях написано вот они идут и он все время как-то отталкивает в сторону то есть вот с проезжей части я думаю что здесь было четкое знание и однажды я был у одного своего знакомого в сергеевом посаде к нему зашел его знакомый мы представились вот вот вы историк я историк чем вы занимаетесь вот собираюсь вспоминать а вы знаете у меня была встреча с отцом александром это очень давайте замечательно я с вами говорю какие первая в историко-архивном на лекции я подошел сказал что я тоже из сергеева посада мы познакомились и улыбнулись а вторая это говорит было вот в конце августа я шел в дубраву там в дом культуры к своему приятелю по тропинке и вижу фигуру отец александр думаю сейчас я его догоню поздороваюсь он у меня вспомнит какой-то приятный такой момент он говорит я бросился к нему я бегу вот сейчас сейчас отец александр а он услышал что кто-то за за ним и он говорит так сразу резко отошел в сторону и закрыл себя портфель он говорит я опешил как то что я его невольно напугал я ему говорю здравствуйте отец александр он говорит здравствуйте и не узнал еще было свидетельство одной женщины которая ходила в лавру это в начале сентября к своей дочери которая там работала в зеленом хозяйстве и в святых воротах она говорит я увидела ну такой небесной красоты священника а было раннее утро еще никого нет вот он идет мне навстречу я иду я только вот рот открыл потому что я таких никогда не видела только ему хотелось сказать там благословите батюшка но так с этим открытым ртом мимо него и прошла а потом обернулась смотрю и он на меня обернулся и как то так смотрит то есть вот этот момент что отец александр был в лавре у преподобного и даже вот как будто бы вроде бы ничего не говорящие никому вот эти вот взгляды для меня это было примета конечно вот его тяжкого психологического состояния в общем то моление о чаше потому что пусть меня минит эта чаша но не так как ты не так как я хочу но так как ты хочешь он ведь отказался от охраны и не было машины ну и собственно само 9 сентября он выходит рано утром на электричку это 6.40 по моему она помещает и в общем там пять минут ну даже меньше если вы наверное многие были на этой дорожке хитрейшая дорога если стоишь вот там где платформа то что там внизу дальше не видишь потому что она вот такая а дальше ну вот агата кристи говорила что идеальных убийств не бывает всегда остается какая-то примета она ошибалась ведь было несколько свидетелей наши симхозские женщины вот если смотреть на компьютерной такой программе вот здесь вот отец Александр идет по дорожке одна с той стороны это с другой стороны но эти женщины в минуте от него его не видят в этот момент свидетелей не было более того я думаю что и сам отец Александр не видел нападавшего удар был нанесен кем-то кто прятался за этими дубами за деревьями молниеносно быстро филигранно точно не оставляя ему ни малейших шансов на выживание и здесь интереснейшая деталь вот когда думаешь об этом но это страшно человеку ударили топором хотя видимо не топором а саперной лопаткой но никто не знает ведь были же прецеденты Лев Давидович Троцкий его же ударили этим ледорогом представляете что травма головного мозга какая должна быть дикая боль какое должно быть поведение и так далее а отец Александр получив удар идет к платформе ищет партифель поворачивается ну тут прилично идти человек со смертельной раной и двигается домой и у калитки он упадет и будет след от руки там несколько сантиметров он не дотянулся до звонка в чем как это объяснить дело в том что вот женщина которая его видела вот первый вопрос к ней ну вот вот на вам навстречу идет человек который стекает кровь вот ваше действие что нужно наверное как-то помочь они не поняли что ему нужно помочь потому что он был на ногах он шел и женщина подошла к нему спросила кто вас отец Александр никто я я сам был его ответ ему рассекли артерию и кровь он терял кровь но он не почувствовал боли видим вот скорее всего в данном случае я не хирург не физиолог ничего но вот эта версия она многое объясняет и когда прибыла скорая сделать было уже ничего нельзя то есть это было преднамеренное убийство в какую-то случайность я не верю не верю потому что само поведение отца Александра и его какие-то слова признания они показывают что здесь случайность просто исключена но могу я еще долго говорить если будут вопросы я отвечу спасибо спасибо большое Олег Александрович я думаю что будут вопросы потом может быть особенно по первой части делим шаг вперед только смотрим на то что произошло именно что для нас может быть сегодня полезно и поэтому я попросил желание паровичини сотрудница фонда крестьянской россии и учредитель нашего культурного центра на кубокровские ворота в москве нам рассказать немножко именно актуальности александра меня что можно для нашей веры сегодня черпать и во всем понятно мы не попросили у нее делать обзор работы от александра ну дам какой нам дать какой-то ключ по крайней мере но добрый вечер знаете когда и меня попросили работать на и выступить на этом вечер я просто себя зала вопрос уже столь много было сказано и будет сказано сегодня о нем я подумала раз у нас есть такая тема миссионер двадцать первого века показать какова его актуальность сегодня именно для сохранения и оживления вере данном сегодняшнем контексте я как-то стала смотреть и вдруг увидели переписку которую он вел с одной прихожанкой александра орловой модель которая уехала за границу из которой он переписал будет переписка многие годы интересно что она жила за границей и она жила в мире скажем светском мире секулярном мире запада то и пишет человек ей который живет советской россии который вообще никогда не был на западе но его ответы такие точные такие актуальные ответы которые были написаны пятьдесят сорок лет тому назад что мне кажется это именно ответ на сегодняшний кризис сегодняшнего человека я как-то постараюсь у меня будут четыре пять цитат который я назвала как шаги как этапы этого осмысления осмысления скажем так смысл это свидетельство христианина сегодняшнем секулярном обществе первое это я бы сказала церковь это мой когда после немножко пребывания на западе они наверно она наверно написала что она с мужем как-то были скучны многими проблемами которые были в жизни западного общества отец александр пишет не следует полагаться ни на кого церковь это мы мы сами и не ждать чего-то от нее следует одессу самому ты не думай будто я не доверяю твоим сведениями у меня их достаточно и кризис вызванными собором давайте второй ватиканский собор я сравнительно ясно представляю такие ломки не проходят мирно но не твоя это забота что тебе до политики ватикана в кавычках это дело человеческое не в этих сферах совершается подлинную церкви перемене в обрядах всегда эксперименты и эксперимент болезненный новое поколение все это переварит слик склинит со временем и волна левизны все это моды которых в истории было очень много пуске почаше нее загадывает заглядывает у нас церковное преобразование вызывает тоже кризисе начиная с раскола старобрядцев адобновенцев жизнь сложная вещь а христиане живут в гуше жизни это главное же это уровень духовной жизни его не поднять указами и реформами он пробуждается в глубине и когда мы видим его спать это должно только прибавить нам ответственности вы все отвечаете за себя они за кардиналов кардинале приходят и уходят а церковь остается это вера что даже церковные институции которые иногда могут даже как-то возбудить смущение это нет не проблема церковь это именно и то что мы видим проблемы это только должно как-то прибавить нам ответственность живя в секулярном мире когда церковь не может уже я не знаю я говорю про запад можно я думав какой-то какому-то образом говорить тоже о сегодняшней ситуации в стране когда христиане не являются может быть смысле церковные люди не являются большинство и что церковь не может защитить своими декретами и так далее остается что остается именно сознание что все зависит от меня от моей зависимость от моей ответственности именно потому что христос победит и он дает такое сравнение что такое церковь он дает такую причину взята из биологического мира они организме говорит отец александр защищались от вечного воздействия панцирем лучше сохранились но были костными и молдвижными консервативная церковь другие освободились от панцира но старт из-за этого беззащитный обмершенная церковь западных но настоящий процесс стал уделом позвоночник которые избегали замыкания в панцире в панцире и создали прочный ствол скелет то есть духовность открытая миру но основая на прочной вере и молитве и жизнь эта модель самая трудная ее лишь частично и редко пока реализуют то они так как они так и мы у нас картина обратная многие ищущие до живой духовности уходят в католицизм и секте так как костная храмовая консервативная и невежественная церковность их не удовлетворяет я считаю что коренное решение не в переходах хотя каждый имеет право а в углублении духа там где тебя поставил господь то что у вас находят в православии а у нас в инославии может быть доступно и без переходов так создавались в прошлом общине ордена круги духовно близких людей взыскающих живой церковности открытость к проблемам мира может стать прискорбленным компромиссом но столь же опасное замыкание тогда церковь станет чем-то вроде музея или кружка любителей то есть это очень хорошее мне кажется живое описание всех проблем и искушений в которые каждый из нас может падать в этом сегодняшнем мире и тогда в чем вопрос какова решение тут и разгадка чтобы были люди с глубокой духовной традиции чтобы были люди с глубокой духовной жизнью и то есть опасение искушения церкви это на самом деле можно победить только когда есть живая вера и продолжая на этом на этом скажем размышлении отец александр говорит даже ну такая парадоксальная вещь когда мы говорим о традиции даже о ценности христанских он говорит это недостаточно это недостаточно и говорит так что касается корней она говорила ему что ну вот здесь нету традиции надо традиции надо ценности здесь все потерялось и так далее и он отвечает таким образом довольно удивительно что касается корней то они сами по себе без хорошие но могут быть и опасными ведь именно корни помешали фарисеям принят христа прошлое нужно оценить но так чтобы она не сковывала движение это старая как мир проблема христиане находится где-то на рубеже укорененных и бескоренных но настоящий наш корень евангелия не имеем здесь пребывающего крада эта проблема сегодня конечно большой большая проблема на западе если мы думаем те которые сейчас замыкаются проблема мигрантов отказа от новых людей прибеженцев которые приезжают замкну своей идентичности защита своих ценностей а здесь просто говорится о том что мы не должны забыть что вообще у нас только одна корень и нету на земле родина и еще что такое духовная жизнь в человеческом роде явление нечастное она предчувствие градущего царства духа и наследие тех великих очагов которые были зажжены нашими предками это было как раз его постоянно когда он говорили здесь тоже мне кажется на выставке написано что я смотрю на христианство не на как на историческую религию которая развивалась но как на дорогу который нас ведет до самого нашего самого как-то совершенствования и здесь это такая идея что она предчувствие градущего царства духа и последнее это как-то совершение того что я бы хотела сказать и напомнить о том какова его просто актуально сегодня когда он говорит о диалоге что такое диалог что значит для христианина сохранить свою идентичность а с другой стороны быть открытым миру он начинает говорить об экуменизме наверно было вопрос и его собеседнице об экуменизме и говорит так экуменизм имеет два истока либо подлинную широкую глубокую духовность который не страшится чужого либо поверхности смещения всего в кучу разумеется язык умер первого типа но до него доходят немногие отсюда твои наблюдения потому что были игумены которые говорили а в словах игумена святых что они чужие не только ограниченность но нежелание вместить иной опыт но здесь говорит довольно удивительная вещь он говорит мой тебе совет не спорь и не обсуждай с ним этого бери в людях лучше это просто золотая золотое правило это правило который мне кажется отличает христианина именно потому что описывать его внутреннюю свободу бери в людях лучше так например читает остовы достоевского мы берем от них ценные и совсем можем не соглашаться с их социальными идеями и прочее но в душе хранищи роту еще сказать что семь семьсот миллионов католиков и 350 миллионов протестантов находятся в заблуждении а только мы одни истинная церковь значит пробовать безумной гордыни ничем не оправданной вспомним что ты сама мне говорили про лурды и другое большое самомнение и мизантропию надо иметь и говорят так о слабости и греха не свойства конфессии а людей из тысячи поверхностных православных и много глубоких инославных не подаваясь смущению не в людях истинное спасение как сказал апостол павел спасаемся только веру во иисуса христа вот мне кажется что все эти слова написанный стол давно являются таким не знаю как-то знаком ориентиром который нам показывает именно как можно быть сохранить христианское лицо человеческое лицо и будет на самом деле той запаска евангельской в обществе который потеряет свое лицо но сохранить прежде всего надежда надежду как говорит митрополита антони не то что ты веришь бога это бога который верит тебя и читая эти слова отца александра это просто прозрачно то что он может так говорить так сказать он так глубоко проникает ситуацию и так глубоко может смотреть прозорливо может смотреть вперед именно потому что он был под взглядом бога спасибо 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 В синагоге, когда в синагоге нашелся человек, который имел, как говорит Марк, иссохшую руку. И дело было в субботу, и потому фарисеи смотрели, что он будет делать. И Иисус вместо того, чтобы исцелить человека как в тихаре, чтобы не спровоцировать никаких конфликтов, ему говорит, стань в середине. И потом задает вопрос, вот можно ли, должно ли в субботу спасти жизнь или погубить ее. Фарисеи ничего не отвечают, и тогда он совершает это чудо. До этого Марк говорит о том, что он посмотрел на них с гневом. Это, насколько мне известно, единственное место, где вот гнев у Иисуса. И совершает вот это чудо, и тогда, этим заканчивается этот рассказ, фарисеи выходят из синагоги, и они договариваются с иродьянами о том, как погубить его. Это очень интересный рассказ. И удивительно то, что фарисеи и иродьяне – это совершенно разные течения. Фарисеи – они такие скрупулезные, исполнители законов, в мельчайших подробностях. А иродьяне абсолютно не заботились об этом, им было все равно. Они просто были на стороне властей. И вот эти совершенно разные течения, они договариваются, они находят какой-то общий язык, общую цель – погубить его. Почему? Потому что вот ту веру, которую показывает Иисус, которая есть прежде всего забота о человеке. Вот эта вера, она неудобна. Не фарисеям, потому что для них важнее всего соблюдение субботы, а не то, как сказать, судьба вот этого человека, который страдал. А иродьяне то же самое. Для иродьян и для всех власть имущих, всех времен истории, религия – это инструментум ригни, то есть это средство для того, чтобы удержать власть как можно дольше. И потому, если религия – это какое-то исполнение ритуала, это какие-то четкие традиции и так далее, это один разговор. Очень хорошо. Такая религия нужна для того, чтобы удержать власть. А если религия – это крайнее внимание к нуждам человека, то эта религия, наоборот, неудобна. Потому что тогда религиозный человек будет выступать в защиту тех, кто страдает. И вдруг этот человек, но неуправляемый, он неудобный для властей. Вот мне кажется, я недавно перечитываю это место, потому что недавно это было в чтении положено. И мне пришло в голову, я подумал сразу об отце Александре. Вот вопрос, в чем главное, вот что передавал отец Александр. «Именно вот такую религиозность, именно такую веру, которая не есть только исполнение ритуала, которая не есть только формальность, которая не есть только какие-то традиции, как вот либо национальные, патриотические, либо вот как сейчас принято говорить, скрепые, не очень понятно, что это такое, а забота о человеке. Вот очень хорошо, кто-то говорил, иногда обвиняют отца Александра в том, что вот он видит только человеческую природу Христа, или что в центре всего человека. А действительно в центре всего человека, потому что сам Христос так считал. Считал, что исполнение первой и второй заповеди, то есть эти две заповеди, можно исполнить только вместе. Любить Бога невозможно, если не любить ближнего. И то же самое, невозможно любить ближнего, без любви к Богу. Вот мне кажется, что у отца Александра это совершенно точно, чётко. Поэтому такая религиозность, она абсолютно неудобна. В конце советского времени она была неудобна. И в советское время, разумеется, она была неудобна. Вот удобно, чтобы церковь исполняла какие-то ритуалы, чтобы каждое не было, какие-то красивые, как вам сказать, чинопоследования. Но серьёзная забота о человеке, вот это опасная вещь. Потому что тогда уже человек думает о справедливости, думает о других вещах, которые как-то не такие простые. Вот почему, собственно, 9-го, на мой взгляд, с сентября 1990-го года и произошло это страшное событие. Потому что это было время, когда уже невозможно человека посадить в тюрьму, невозможно его даже и в психушку посадить. Кроме того, человек очень известен, поэтому, ну, а вот как его заставить замолчать? Вот так, топором. Мне кажется, что это актуально и для нас. Потому что и в наше время религия, которая интересна, это та самая религия фарисеев и иродиан. То есть либо формальность, либо религия, которую можно использовать для удержания власти. Но не религия, которая серьёзно заботится о человеке. Вот это она опасна. Именно потому наследие отца Александра чрезвычайно важно сегодня. Теперь, что это за наследие? Да, очень правильный вопрос. Отец Александр проповедник, миссионер, пастор или богослов. Понятно, что не обязательно противопоставлять эти понятия. И не всегда они взаимоисключают друг друга. Понятно, что он и пастырь, и проповедник, и миссионер, но также и богослов, потому что у него есть одна единая мысль, как мне кажется, у отца Александра. И даже его наследие, его книги, это совершенно чётко и точно. Можно посмотреть, как, скажем, шеститомник, который начинается с вопросом о самой природе религиозного чувства человека. А потом разные религии древности, потом античность, Греция и так далее, потом пророки и так далее, и до воплощения сына Божьего. Вот шеститомник, а потом сын человеческий, как логическое заключение всего этого. Это очень чёткая идея о том, что есть некое развитие в религиозное самосознание человека, скажем так. Понятно, что не только отец Александра об этом говорит, и он не первый об этом говорит. Понятно, что отец Александр ученик Владимира Соловьева, скажем, Булгакова, части и так далее. Но вот это действительно единая линия. Теперь, как это можно назвать? Персонализм ли? Вот мне кажется, что я бы назвал так, что это такая попытка выразить такой православный гуманизм. Вот такого пока нет. Вот за исключение трудов отца Александра, того, что было до него немножко, отец Александр и немножко. после него. Но это ещё предстоит. Такого ещё нет. Вот есть очень популярные и очень, как сказать, плодотворные, если можно так сказать, богословы современные в русской православной церкви. Люди, которые пишут, пишут много. И о многом. Обо всём даже иногда. Но очень трудно у них найти единую линию. Как у отца Александра. Вот у отца Александра, безусловно, есть идея. Притом идея, которая у него была с самого детства. Мы же знаем, что вот сын человеческий, он начал писать, будучи даже не подростком, ребенком почти. И эта книга, которая, на мой взгляд, главная из его книг, его сопровождал всю жизнь, потому что последние правки, они фактически относятся к последним дням жизни отца Александра. Я эту книгу переводил дважды, поэтому ее очень люблю. И есть и одна вещь, которая мне кажется исключительной у отца Александра. Многие пишут об Иисусе Христе, потому что, ну понятно, это, как сказать, как у богослов может не писать о Христе. Но есть и одна вещь удивительная, когда читаешь эту книгу отца Александра, это связь между автором и главным героем. Как будто автор пишет о человеке, который он действительно знал очень близко, который, ну, самый близкий его друг или родственник, не знаю, как сказать. Вот это удивительно. Когда читаешь эту книгу, это, ну, на каждой странице можно увидеть, насколько близок автор вот к своему, скажем так, главному герою. Мне кажется, что вот это сокровище отца Александра действительно предстоит еще очень много исследовать. Это работа для будущего. Я абсолютно согласен, что православное богословие, русское богословие 21-го и дальше веков все-таки очень много будет черпать из наследия отца Александра. Потому что именно есть эта четкая линия, потому что именно есть такой, на мой взгляд, православный гуманизм, который, как сказать, видит, что все устремления человеческие, все устремления к справедливости, к творчеству и так далее, и в том числе и другие религии, другие поиски человеческого духа, все это ведет ко Христу. Поэтому это, безусловно, христоцентрически, такая, можно сказать, богословская система. Еще мне хочется сказать, что замечательно, что миссионер 21-го века, потому что для отца Александра Христос это не персонаж прошлого. И православие это не религия прошлого. Вот как интересно. Вот посмотрите, я филолог, простите, в этом смысле небольшая деформация. Очень часто, читайте какие-то богословские тексты наших богословов, очень часто, когда идет существительное православие, дальше, сказуем, дальше глагол, глагольная форма в прошедшем времени. Чаще всего. Мы говорим о православии как предков, о том, что что-то когда-то было. О настоящем очень мало, а о будущем почти ничего. Мне кажется, для отца Александра православие это вера настоящего и будущего. По очень простой причине, что это сам Христос. А Христос, он один и тот же, как сказать, прошлое, настоящее и будущее. Так как для него православие и есть и сам Христос, то это отнюдь не музей древности, отнюдь не этнографический музей, где мы видим, как поживали наши отцы, как когда-то русские верили и так далее. Это Христос сегодня, это Христос посреди нас сейчас. Вот это, мне кажется, то замечательное наследие, которое нам оставил отец Александр. и безусловно, нужно будет очень много времени, чтобы копаться, чтобы это все изучать, чтобы это все распространять, переводить, и чтобы понять глубину вот этого замечательного человека. Спасибо большое. У нас остается немножко времени, поэтому, если есть вопросы, вы можете готовить, поднимать руку, я вам передам микрофон. Пока вы думаете, я сразу задам один вопрос отцу Виктору, может быть, сначала. Отец Виктор, к вам приезжает все-таки достаточно много паломников, еще приезжают там по пути из Сергея Посада. Почему они приезжают? Что они, что им интересуется? У вас есть, когда вы с ними разговариваете, вы улавливаете что-то, которое меняется в их встрече с православием через отца Александра, например? Вот я бы хотел отметить то, что среди тех людей, а это разные паломники и туристы, я так скажу, их стало намного больше, это точно. У нас есть статистика, с 22 января этого года по сегодняшний день мы приняли больше тысячи человек у нас в Симхозе. Очень много приезжает наших братьев и сестер из-за границы, в том числе и православной, и православной Америки, из других стран, очень много католиков, сегодня мы как раз говорили о том, что, пожалуй, больше всего итальянцев. И почему это происходит? Почему владыка Иларион благословляет своих сотрудников на обратном пути и строится Сергий Лаврес, который знакомится, как обычно, паломники, приезжая туда к преподобному Сергию Радонежскому в его обитель, на обратном пути заезжает к нам в Симхоз? Потому что отец Александр универсальная фигура с точки зрения вот такой христианской коммуникации. Его знают на Западе. Есть не просто интерес побыть на этом месте, что само по себе, конечно, и удивительно, и замечательно. Побыть, как мы раньше слышали, это происходит сейчас на тропинке отца Александра, в том числе и в момент принятия важных жизненных решений. Но это персонально. И это действительно он является тем остеем, который соединяет христиан. Мне кажется, что это очень важно. У нас еще рядом есть музей дороги, по которому сейчас идет большое количество людей. Есть такой проект Дорога в Лавру. И там идут очень разные люди. И кстати, мотивы тоже их движения в Лавру очень разные. Не только потому, что они идут к преподобному Сергию Радоневскому, но потому, что им хочется пройти. Разные причины могут быть. Это немножко другой контингент. Это в основном наши соотечественники. Но для них тоже очень много открытий. Если мы их встречаем и их ведем в храм, показываем фрески отца Зенона и говорим обязательно об отце Александре и его служении. И конечно о трагической кончине. О книгах его, о том, как много людей он привел через свои труды в церковь. Это тоже вдохновляет и радует. Потому, что количество этих людей без всякого сомнения увеличивается. И это очень разные люди, что тоже на мой взгляд очень хорошо. Спасибо. Скажите, пожалуйста, спасибо большое за интересные рассказы. Скажите, пожалуйста, с сегодняшней церкви идеи, сколько отношений, гуманистических начала, которые проповедовал они живы, то есть есть представители пытаются продолжать его. Я не знаю, всем, кто в состоянии. То есть насколько в церкви живы идеи и гуманистические начала. О нет, не коммунизм, а гуманизм. Вот говорили мне, что постановка в центр человека. не ритуал, не ритуальный, не традиционный представитель. Мне кажется, что отец Ян в полной мере ответил сейчас уже на этот вопрос. Действительно, для отца Александра человек как образ и подобие Божие был на первом месте. И он работал очень точечно с людьми. Вы помните, наверное, воспоминания многих его прихожан, да и не только прихожан, которые подчеркивают то, что они всегда чувствовали в беседе с отцом Александром себя самими близкими ему людьми. Это как раз есть свидетельство того, что отец Александр, несмотря на необыкновенные возможности своей проповеди, всегда работал еще с каждым человеком, который к нему приходил. церковь, его идеи есть, течение, направление, есть какие-то люди, группа людей, которые... Мне очень трудно здесь будет обобщать. Я могу сказать о том, что сейчас вот про выставку я говорил, которую мы перемещали по разным городам, московской епархии в первую очередь. Я встречаю очень много молодых священников, которые полюбили отца Александра, читают отца Александра, рекомендуют читать его своим прихожанам, и это меня вдохновляет. Мне кажется, что мы сейчас вырываемся из круга вот этого, простите, между собой. Это очень важно, это как раз, мне кажется, ответ на вопрос. Я продолжаю. Просто ваш вопрос я хотел спросить у Олега Александровича. А когда вы собираете сведения и так далее, и вообще когда вы узнаете о людях, которые читают или которые встретятся с Александром, а в курсе ли вы тоже есть ли в учебных заведениях, например, люди изучают его наследие в аспирантуре, в лавре, в Московской духовной академии, начинаются ли как бы углубления изучения его богословского наследия? Очень прямой вопрос в продолжении предыдущего. Ответ очень короткий, нет. книги отца Александра благословлены патриархом, но в храмах вы их не найдете, их не продают. Сейчас началась робкая легализация интереса к отцу Александру, в том числе действительно у ряда православных священников, очень интересных, которые к нам приезжают в Симхоз, но она идет в основном через восприятие отца Александра просто как талантливого проповедника, это подчеркивается, что только талантливый проповедник, у которого если есть какие-то взгляды, то их лучше всего назвать частным богословским мнением, чтобы отвести удар как бы и от него, и от себя, если ты его продолжаешь. Но это абсолютно естественно, потому что тут мы должны сохранять просто исторический оптимизм. Отец Александр опередил свое время, а как говорил Станислав Ежелец, тот, кто опережает свое время, часто вынужден дожидаться его в тюрьме. И в этом смысле тюрьма, конечно, носит такой характер, вы понимаете, символический, но, к сожалению, она продолжается. Но вот отец Иоанн прекрасно сформулировал, что вот все дороги русского православия в 21 веке и дальше это дорога отца Александра. Его никто не минет, это невозможно. Вот та система координат, которая там обозначена в этих трудах, и не только в трудах, потому что отец Александр, он несоизмеримо богаче его наследия, чем то, что написано. Некоторые фрагменты воспоминаний, какие-то диалоги, письма, все это целиком, это вселенная, прекрасная вселенная. И, конечно, ее никак не миновать, это единственная дорога, но это дело будущего. Вот и все. А на ваш вопрос-ответ нет, пока нет. Я бы хотел немножко дополнить, Олега Александрович, сказав, на мой взгляд, очень важные вещи. Это все-таки некоторый излом, я бы так сказал, это благословение святейшего патриарха Кирилла издания собраний сочинений отца Александра. Вот, это в общем, мне кажется, важнейший такой момент в современной истории нашей церкви. Почему? Потому что снимается огромная масса вопросов. Они, с одной стороны, остаются, но они остаются частными. И второе, про книгу Протерея Дмитрия Придеина. Вот тоже, на самом деле, на мой взгляд, уникальное такое явление, когда священник из академической достаточно консервативной среды на протяжении трех лет каждый день по два-три часа читал труды отца Александра и написал достаточно серьезную книгу. Вот, я считаю ее, там могут быть, конечно, тоже и вопросы разные, я считаю ее одной из лучших книг об отце Александре Бене, вот, как бы, в том смысле, в смысле тех вопросов, которые часто и предэдзи, которые задают люди. Ну, вот, это такое дополнение. Я бы тоже добавил, то, что, если посмотреть, как бы, в историческом, в исторической перспективе, вот сейчас главный, я бы сказал так, тренд, это в пользу отца Александра, без всякого сомнения. То есть, если мы смотрим на то, как было сразу после его убийства, после мученичества отца Александра, понятно, что светское общество, допустим, те, которые его знали по проповеди, по телевизору, допустим, или лекциям и так далее, люди не очень церковные, которые очень симпатизировали отцу Александру, вот они, безусловно, были в шоке. А как бы церковная община, скажем так, как-то не очень, а в середине 90-х очень сильны были возражения против отца Александра именно в церкви. Сегодня я бы сказал, что да, вот издание полное собрание сочинения отца Александра с благословением свящего патриарха, но не только это, какие-то работы, которые уже совершенно официально пишутся, как на соискании степени, скажем, ученой, и, кстати, в духовных школах русской православной церкви, поэтому и и кроме того, если попреподавать, попутешествовать по семинариям провинциальным, будем так говорить, то есть не Москва и Питер, в общем-то отношения со стороны молодежи семинаристов как правило хорошие. То есть сейчас, на мой взгляд, идет вот такая тенденция все больше и больше в пользу отца Александра, то есть намного меньше обвинений и со стороны скажем людей, которые хотят немножко лучше знать веру, не просто вот ходят в храм, ставят свечки и, допустим, причащаются, повеются, но прошли катекизацию, хотят немножко больше знать. Вот со стороны таких людей, я бы сказал, есть более чем, чаще всего есть симпатия к отцу Александру. Поэтому меняется картина, на мой взгляд, она становится намного более положительной. Еще два момента. Отца Александра знают и заграницы, знают католики, знают протестанты, есть его книги, переводы на разных языках, да и кроме того, очень хорошо его знают и как правило 90% случаев очень любят и уважают православные других церквей православных. Вот на очень часто симпозиумах, конференциях международных межправославных со стороны богословов других поместных православных церквей отношения к отцу Александру очень хорошие. Поэтому в целом мне кажется дело идет вот в это направление. Это мое мнение. Я не знаю, как правильно и корректно задать вопрос, но исходя отец Анны, я не оживаюсь, из того, что вы сказали, что отец Александру становится более популярен, вот мне хотелось бы понять, на основании чего он становится более популярен? со стороны скажем так костной структуры православной церкви, насколько она все-таки присутствует, это больше уступка или это мы можем надеть на праздновение? мне кажется, что есть определенные изменения, все-таки время делать свое дело и я бы сказал со стороны просто верующих людей намного меньше предрассудков, чем скажем в начале или середине 90-х, это мое мнение. Что касается священноначали и епископата, пожалуй, тоже все-таки есть какие-то конкретные свидетельства, само издание сочинения отца Александра, но и не только все-таки. Мне кажется, что вполне нормально после каких-то всегда даже давайте абстрагироваться от церкви и так далее, после каких-то исторических катаклизмов. Всегда есть момент шока, как бы, а потом потихоньку все-таки здравый смысл торжествует. Мне кажется, что это и происходит. Но, может быть, я оптимист, извините. мне хочется дополнить немножко, потому что отец Александра, он был популяризатором Евангелия, и вот малых групп вот это направление, оно, мне кажется, довольно благословено, довольно определенно. Есть сайты, да, православные, так сказать, изучение малой группы, где изучаются Евангелия, это бесконечно важно, и он, я думаю, так сказать, отцы об этом скажут лучше. Может быть, как последний вопрос, мне кажется, что есть какая-то путаница все-таки внутрь, в чем в нашем разговоре, да, с одной стороны, отец Александр как педагог, как человек, который нас вводит в веру, и который многих людей сопровождал к вере, прежде всего потому, что, как было сказано сегодня, он сам пережил вот это отношение с живым богом, но вот его педагогически, педагогически, может быть, его наследие и все вопросы, которые связаны с его с формой, с тем, как его наследие живет в людях в нас сегодня, с одной стороны, в другой, это его потенциал через всего то, что он нам оставил, именно его выступления на телевидении, его книги, которые есть, и которые являются для очень многих людей, которые его еще не знают, единственная возможность познакомиться с ним и со Христом, люди, которые, сегодня мы посмотрели немножко тоже на цифры продажи его книги, у нас в книжем магазине, и все-таки Сын Человеческий в течение года все-таки один из книг, который лучше всех еще продается без презентации, просто так люди приходят и дарят, наверное, своих знакомых, чему я говорю, что с одной стороны есть его жнивое наследство, наследие через нас, и второй есть его книги, которые остаются и которые, мне кажется, являются еще целые богатства, которым нужно еще разбираться, нужно еще их учиться, и не просто остаться, наверное, на уровне, на уровне, что мы будем довольны, потому что люди его читают, и люди его живут, но его люди его любят, а еще углублять и все то, что он нам передал, как вот тот текст, который Джованна нам сказала, ну, это мое просто, может быть, может им быть согласны с этим, и просто возражаться, и сказать, что достаточно, что мы есть, а может быть еще, что нужно, ну, идти вперед просто, и больше серьезно просто еще относиться к тому, что он нам оставил. на самом деле, я познакомилась с отцом Александром в 80-е годы, и наш фонд «Христианская Россия», который помог тогда опубликовать его книги, и работали с ним как автором, и так вместе с издательством, «Христианская Россия», который был главным его издателем, и как-то вместе он нам советовал, какие книги можно перевести на русский, какие, допустим, не знаю, трудные страницы Библии, были одна книга, или разные книги для Любаха, и так далее. Для нас тогда отец Александр был образцом, скажем, свидетеля веры, и для него, как раз, как говорили, один раз, Сергей Сергеевича Венцев, именно то, что всем казалось невозможно, для него не было невозможно, и для него стало возможно показать живого Христа в тогдашнем тогдашнем обществе. Я думаю, что сейчас прошло много лет с его смертью, уже 30 лет с дня смерти, и много лет от него тоже как-то в деятельности как проповедника и богослово, и священник, и духовника. Я думаю, что он нас сопровождает именно в той ситуации, в которой мы находимся. И в этом его актуальность, то есть, можно почерпать для каждого. И я подчеркиваю, что это для православных, безусловно, но и также для католиков. Я говорю так, потому что я сама католичка могу судить о своей церкви. и для протестантов тоже, и наверняка для неверующих тоже. То есть, на самом деле, это сокровище, из которого мы должны и можем, и должны почерпать постоянное содержание. И в этом смысле открывается всю его глубину, потому что он не стареет, но наоборот, как-то молодеет. Спасибо. Давайте, да, последний. Последний вопрос, потому что я думаю, что все-таки отец Александр отдал свою жизнь во славу Божию ради Христа. И у меня такой вопрос, отец Виктор, к вам, потому что у вас сейчас там вся документация, все люди и так далее, которые связаны с отцом, с именем отца Александра Минина. А? Это нет. Спасибо. Да. Да? Ну, я думаю, что все-таки наступит какой-то день, когда наша русская православная церковь прославит отца Александра Минина в реликие священно-мученика. Ну, не будем там на святых, потому что, наверное, какие-то все равно происходят какие-то события у людей, которые, может быть, вам на исповедях говорят, какие-то, может быть, чудеса, какие-то события с ними происходят, вот, я думаю, что все равно, вот я уверена, что нас, может быть, мы это не застанем, но благодаря тому материалу, который будет собран там симхозе, вообще тех людей, кто, даже вот мы с вами там собрались, я думаю, что наступит день, когда отец Александр Мейн будет перечислен к лику священному ученику. Ну, для меня, несомненно, то, что этот день наступит, я сегодня после службы в маленьком храме-часовне усекновения главы Яна Претечи показывал нашим прихожанам икону святителя Афанасия Сахарова, прославленного как исповедника. Это тот епископ Русской Православной Церкви, который больше 30 лет провел в лагерях и за стенках. И именно он окормлял ту часть церкви, которая вынуждена была уйти в катакомбы, которой принадлежал отец Александр и его духовные наставники, которых вы вот здесь видите. В прошлом году, ну, имейте в виду то, что я по образованию художник-реставратор и неплохо разбираюсь технологии, в том числе иконы, как это все делается. В прошлом году в октябре месяце во время приезда одной из делегаций заграничных приехали к нам ассирийцы. Одна из сопровождающих обратила внимание на то, что на иконе появились капельки неизвестного происхождения. Я всегда очень сдержанно реагирую к тем известиям, когда начинают говорить о чудесах подобного рода мироточения и так далее. Но, тем не менее, в таких случаях, как мне сказал наш благочин, и нужно написать рапорт митрополиту и доложить о том, что такое явление происходит. Надо сказать, что икона Владыки Афанасия Сахарова находилась в двухместном аналое под стеклом и рядом находилась написанная тем же иконописцем Андреем Давыдовым из Суздаля икона Святого Праведного Яна Кронштадтского. Но на ней ничего не было. Это были совершенно определенные такие выступившие мысленистые капли. Владыка сказал мне просто, говорит, ты ничего не делай, просто наблюдаю за этой иконой. Но несколько дней назад, наверное, неделя еще не прошла, я увидел точно такие же. В прошлый раз все прошло, просто исчезло, будто бы ничего не было. Вы понимаете, вы поймите меня правильно, я не хочу говорить о чудесах сейчас, потому что для меня все-таки это какие-то знаки. Наверное, можно было бы отдать эту маслянистую жидкость на экспертизу, я решил этого не делать, потому что такие советы тоже были. И вот таких знаков достаточно много, которые свидетельствуют и таких странах тоже, которые свидетельствуют о том, что Симхоз это место необыкновенное и все, что связано с отцом Александром, это очень важно, в том числе и для будущего русской православной церкви. Ну и последнее, то, что я хотел бы сказать, на многие вопросы отвечает сам отец Александр. Сейчас прозвучало слово о том, что он был популяризатором, он никогда от этого не отказывался, он говорил да, когда ему говорили, да, отец Александр, значит, вы популяризатор хороший, но вообще-то надо читать Евангелие, нужно читать то и все, он говорил, я пеку грубый хлеб, а после меня придут люди, которые будут выпекать пирожки и пирожные. И теперь я понимаю, что об этом он говорил с некоторой долей иронии, потому что оказывается, то, что простой хлеб, хлеб жизни нужен всегда, во все века. И здесь, мне кажется, и кроется ответ, который дает нам сам отец Александр. Спасибо. Спасибо большое, я думаю, что это прекрасное заключение просто нашего вечера. Спасибо большое, что вы пришли к нам, что вы нам оставляете выставку еще до 29-го, можете пригласить своих друзей и посмотреть на нее. Олег Александрович, спасибо, Тесиоан, Джованна, спасибо, что были с нами. Благодарность за сотрудничество и за то, что вы смогли принять эту работу. Спасибо. Спасибо.